Ранее мы сообщали об уникальной археологической находке в Хангаласском районе. Около села Титары были обнаружены останки неизвестного животного, по всей видимости ледникового периода. На место выехала исследовательская группа, а вместе с ней наши коллеги. Подробности в сюжете Виолеты Засимовой. Неделю назад житель города Покровска наткнулся при посадке картофеля на останки неизвестного животного, которые позже, как выяснилось, оказались бивнями мамонта. На сей раз кости, по предварительной версии шерстистого носорога, были обнаружены в местности Кырахатын, недалеко от села Титары. Жители случайно наткнулись и шёл сильный запах. Вот весной, когда всё таяло, вот в это время и нашлось. Останки были найдены на склоне, образовавшемся при строительстве дороги. В течение нескольких минут раскопок были обнаружены фрагменты черепа и ребро крупного травоядного животного. Ну, это последний, так называемый, Криохрон или последняя ледниковая эпоха. Она здесь называется Сартанский Криохрон. Ну, в Якутии, на северо-востоке Сибири. Это интервал от 28 до 12 тысяч лет назад. Активное участие принимали члены школьной экспедиции Эль-Леяда. Они помогали в раскопках, измеряли длину склона и с интересом слушали пронайденные останки. А ну, это археологические находки, там вообще ребята не подходят. Там, как говорится, кисточка работает. А тут всё перемешано, поэтому детям разрешают. А если на одном месте было бы, тогда уже сами учёные копали бы. Мамонта в Покровске нашли при вскапывании огорода. Останки неизвестного животного возле села Титары после работы дорожных служб. И всё это в течение одной недели. Что это, стечение обстоятельств, какой-то знак или показатель того, что в Ханглазском Улусе экспедиционная деятельность на достаточно высоком уровне? У каждого своя версия. Известно только одно, что Якутия является одним из немногих мест планеты, где останки древних животных можно обнаружить в хорошем состоянии, благодаря вечной мерзлоте. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Ханглазский Улус.